Итак, первым делом сделаем чтение элементов списка. Чтение выглядит достаточно просто, поскольку все элементы у нас вводятся в одной строке. Мы читаем одну строку, разбиваем ее по пробелам и преобразуем строки в числа. О такой конструкции мы говорили, ее можно записывать с помощью генератора списков. Мы читаем строку, разбиваем по пробелам. И для каждого фрагмента, который получился, мы делаем преобразование в число. Можем запустить эту ячейку и... Да, и увидим, что здесь пропущено слово in. И запустим еще раз ячейку. Теперь введем какой-нибудь список. Можем вывести результат список a. Увидим, что он нормально прочитался. Список состоит из чисел 4, 7, 3, 8. Все хорошо распозналось. Давайте теперь напишем... Реализуем алгоритм поиска минимума. Итак, мы заводим переменную m, в которую записываем самое первое значение элемента. Элемент a нулевой. Дальше мы перебираем все значения списка a. И для каждого значения мы проверяем. Если текущее значение минимума больше, чем очередное значение элемента, то в таком случае мы обновляем значение минимума. Пишем, что m равно x. И в конце, после окончания цикла, мы выводим значение переменной m. Ну давайте запустим наш алгоритм. Список у нас уже прочитан. И получаем результат 3 для нашего списка. Можем в качестве a ввести список из примера. У нас там был список 5, 8, 4, 3, 5, 7. Запустить этот фрагмент. И мы видим, что тоже значение получилось 3. Ну давайте, чтобы убедиться, что у нас не всегда 3 результат. Результат. Попробуем какой-нибудь другой список. 4, 8, 0. Результат 0. Все в порядке.